Мы не хотим, чтобы атакующий знал, кто зарегистрирован в нашем веб-приложении. В этом модуле я покажу вам, как атакующий может осуществить перебор пользователей в результате уязвимости в функционале по восстановлению паролей. Я также объясню вам, как предотвратить эту атаку. Давайте начнем с перебора пользователей в контексте функционала по восстановлению паролей. Вот сценарий. Атакующий собирается ввести почтовый адрес в форму для восстановления паролей. Сначала атакующий вводит зарегистрированный имейл. Зарегистрированный адрес почты означает, что аккаунт, привязанный к этому адресу, уже существует. Вот ответ от веб-приложения. Ссылка для восстановления пароля была отправлена на вашу почту. Теперь атакующий вводит незарегистрированный имейл в форму для восстановления пароля. Незарегистрированный адрес почты означает, что нет учетной записи, связанной с этим адресом. Вот ответ от веб-приложения. Имейл не существует. Как видим, есть два различных ответа для зарегистрированных и незарегистрированных имейлов. Поэтому атакующий может узнать, какие имейлы зарегистрированы в нашем веб-приложении. А имейлы связаны с пользователями, поэтому мы говорим здесь о переборе пользователей. Время для демонстрации. Давайте посмотрим на функционал по восстановлению паролей и проверим, возможен ли перебор пользователей или нет. Вот форма для восстановления пароля. Сначала я введу свой зарегистрированный имейл и запрошу ссылку для восстановления пароля. Как видим, эта ссылка была отправлена мне на почту. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если я введу незарегистрированный имейл в форму для восстановления паролей. Видим, что веб-приложение не опознало этот адрес почты. Пожалуйста, обратите внимание, что веб-приложение возвращает два различных ответа для зарегистрированных и незарегистрированных имейлов. Поэтому атакующий может узнать, какие имейлы зарегистрированы, а это не должно быть возможным в защищенном веб-приложении. Давайте теперь я покажу вам, как предотвратить перебор пользователей. Веб-приложение не должно возвращать два различных ответа для зарегистрированных и незарегистрированных имейлов. Вместо этого всегда должен возвращаться один ответ. Например, если имейл существует в нашей базе данных, мы отправим вам ссылку для восстановления пароля. В этом случае одинаковый ответ возвращается для зарегистрированных и незарегистрированных имейлов, а перебор пользователей становится невозможным. Давайте подведем итоги этого модуля. Я показал, как атакующий может осуществить перебор пользователей в результате уязвимости функционали по восстановлению паролей. Вы узнали, что веб-приложения должны всегда возвращать один ответ для зарегистрированных и незарегистрированных имейлов. Тогда атакующий не сможет узнать, какие имейлы зарегистрированы, и перебор пользователей станет невозможным. Подведем итоги этого курса. Функционал по восстановлению паролей зачастую реализуется небезопасно в современных веб-приложениях. И на протяжении курса я продемонстрировал различные атаки на этот функционал. Я также показал, как предотвратить эти атаки. Восстановление пароля — очень критичная операция. Вот почему она интересна с точки зрения атакующего. Более того, уязвимости в этом функционале могут привести к очень серьезным последствиям, например, к захвату аккаунта. Я показал типовые реализации этого функционала. И вы узнали, что реализация, основанная на ссылке для восстановления пароля, является наиболее безопасной. Это также наиболее часто используемая реализация функционала по восстановлению паролей. Если пользователь забывает свой пароль, он может запросить ссылку для его восстановления. Затем эта ссылка отправляется на адрес почты пользователя. После нажатия на ссылку, пользователь может установить новый пароль для своей учетной записи. Вы узнали, что самая важная часть в ссылке для восстановления пароля — это токен. Он должен быть длинным, непредсказуемым и уникально присвоенным пользователю. Более того, если есть уязвимость в обработке этой ссылки, то мы не хотим, чтобы атакующий мог эксплуатировать эту уязвимость в течение длительного периода времени. Поэтому данная ссылка должна быть валидной в течение короткого периода времени. Это уменьшает период эксплуатации уязвимости и улучшает безопасность. Если есть утечка ссылки для восстановления пароля, то атакующий может выдать себя за пользователя. Я продемонстрировал, как ссылка может быть раскрыта в незащищенном канале. Вы узнали, что эта ссылка должна всегда быть защищена безопасным HTTPS. Я также показал вам, как эта ссылка может утечь на внешний домен через заголовок RFR и как предотвратить подобные утечки. Я познакомил вас с одной из наиболее опасных уязвимостей, небезопасными прямыми ссылками на объекты, сокращенном IDOR. Вы узнали, что первопричина возникновения IDOR — это неисправный контроль доступа. Я показал, как атакующий может получить неавторизованный доступ к аккаунту произвольного пользователя в результате наличия небезопасных прямых ссылок на объекты в функционале по восстановлению паролей. Мера противодействия для этой атаки также была представлена. Я показал, как атакующий может выдавать себя за пользователя, если управление сеансами реализовано небезопасно во время восстановления паролей. Вдобавок к этому была представлена проблема истечения срока сеанса. Вы узнали, что ID сеанса должен генерироваться заново, когда мы переходим из неаутентифицированного состояния в аутентифицированное. Вы также узнали, что ID сеанса, связанная со старым паролем пользователя, должен признаваться недействительным во время восстановления пароля. Я также представил слабые места в жизненном цикле ссылки для восстановления пароля. Вы узнали, что старая ссылка должна становиться невалидной, как только создается новая ссылка. Вы также узнали, что ссылка должна признаваться недействительной, если она была использована для сброса пароля пользователя. И, наконец, я продемонстрировал, как атакующий может осуществить перебор пользователей в результате уязвимости функционали для восстановления паролей. Вы узнали, что веб-приложение всегда должно возвращать одинаковый ответ для зарегистрированных и незарегистрированных имейлов. В этом случае атакующий не сможет узнать, какие имейлы зарегистрированы, и перебор пользователей станет невозможным. Я надеюсь, вам понравился этот курс, и он был интересен для вас. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!